Я немножко в головах кружится от смены стран, народов, впечатлений. Березы на пальмы меняются, пальмы на безлесы байкальские, там какие-то скалы и так далее. То есть все что угодно. Вот поэтому я успел не так много. Но я успел с большой радостью познакомиться с Константином, который должен быть тоже фортепианная гордость города. Я успел познакомиться с Олегом Бесетином, который я считаю иркутским шагалом. Человек, который воспел Иркутск так, что если показать его работы всему миру, то сюда хлынет поток туристов, с которыми вы не справитесь. Ну вот я хотел бы, чтобы вы немножко увидели. Вот он, Олег Бесетин. Почему шагал? Здравствуйте, дорогие друзья. Почему шагал? Да потому что шагал создал Витебск на планете Земля. Ну кто бы знал об этом маленьком русско-явлейском городе, если бы не Марк Захарович шагал. Теперь все знают все его башни, все его основные конечности, все его особенности. А ведь он создал город с одной стороны реальный, а с другой стороны город сказка, город мечты, город фантазии. Он такой миру подарил Иркутск, что я, например, когда увидал его работу, я потом зашел в мастерскую, я просто не знал, как дышать. У меня сбивалось дыхание после каждой работы, потому что это просто здорово. Я уверен, что когда-нибудь хотелось бы при жизни художника, здесь будет галерея, обязательно, Олег Беседина. Вот, а иначе, ну, как хотите, вы можете без галереи обойтись. Но может, собственно, муравьи вообще, в муравейнике живут, ходят туда-сюда, они даже не знают, что они находятся на планете, где есть импрессионисты. Вообще никогда не знают, и Бальзак они прочитают. И мне их так жалко, но я знаю, что они муравьи. Им так на роду написано, хотя у них полный коммунизм там. Посмотрите, да, может, я подержу немножко. Я бы, например, конечно же, всем предложил пройти мимо, как в музее, но вы посмотрите, какой город. Да, подержите, пожалуйста, да. Покажите людям. Это очень важно, это маханькая часть практически. В этот город сразу немедленно хочется приехать. Я когда увидел через интернет, я говорю, быстрее, немедленно, что-то самолет медленно летит, потому что я хочу к нему. И вот первый визит, который я нанес, был визит к Олегу Беседину, потому что это, во-первых, это совершенно 21-е, с другой стороны, это как бы реализм, с другой стороны, это сказка. То есть это действительно иркутский шагал. Посмотрите, посмотрите, как работает это все. Причем есть даже маленькие фильмы, где видно, как это происходит на пленере. Вот сидит, и вроде бы тот же самый город, и город мечты, и город фантазии, город сказки, город любимый до бесконечности. Сколько лет вы живете в городе? 76-го года. Не так просто много, чтобы вас узнали. 76-го года всего. Понимаете? Но, друзья, я хочу, чтобы вот эта вот история с крестом, да, не от пророка в своем отечестве, чтобы она все-таки не повторялась все время. Это до обидного, больно. Вы знаете, что Ван Гог не продал ни одной, одну картину. У него брат купил. Родной брат. Чем? И все. А теперь каждая картина, за каждую картину можно полургутскас купить. Да? Но нельзя так долго ждать. Нужно это делать при художнике. Познакомьтесь, пожалуйста, это Олег Беседин, и это его уникальная работа. АПЛОДИСМЕНТЫ На основном здесь, если вы хотите сделать нашему концерту, вы сможете пройти просто мимо них и ближе посмотреть на это играющее всеми красками чудо. Это ваш город, вы его узнаете. Он только прошел через особый взгляд художника. Вы хотите что-то сказать людям? Или вы все сказали? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас бы уже сотни альбомов были бы, галереи, туда бы туристы ехали. Одна из целей была бы. Так же, как Витебск неожиданно стал туристическим городом, там ничего не было. Пришлось батюшке отстраивать все церкви, которые рисовал, шагал, писал, шагал. Потому что повалили туристы, приехали, говорят, а где тот самый город? А города-то нет. Одно уничтожили большевики, другое фашисты. Нет города? Не понимаете, пришлось отстраивать. И опять появились эти Успенский собор, все эти знаменитые храмы, эти лестницы. Потому что в Витебске можно только или вверх, или вниз. Отсюда полет. Отсюда, кстати, не только ушагала скрипачная крыша, отсюда не только ушагала влюбленная над городом, отсюда и Лакин, житель Витебска, у которого старик Катарыш с Волькой на ковре самолет. Да вообще все витебляне, они летали. Гениальные витебляне. Сколько оттуда вышло гениев. Вот надо беречь каждого. Надо ценить это. И благодарить и Всевышнего, и Всенижнего, и всех за то, что есть. Вот такой город. Сказочно-удивительный город. Я рекомендую вам так выходить из зала, чтобы пройти поближе и посмотреть на это волшебство. И почему я попросил Олега Беседина принести эти часть, маленькую часть работ сюда. Ну и, конечно же, многие мои слушатели, зрители, особенно слушатели радиостанции «Орфей», «Серебряного дождя», или «Голос России», или «Юнайта Фургута», чикагского русского радио, наверное, знают мои последние слова, которые я произношу со сцены, или «Я обнимаю вас музыкой». Ваш Михаил Казинник. 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 Субтитры сделал DimaTorzok